Открывая еженедельное оперативное совещание, глава района Алексей Валов отметил важность общественных обсуждений недавнего отчета губернатора. В этих встречах абсолютно разный состав участников, от лидеров бизнес-сообщества до активистов молодежных организаций. Мы обсуждаем сейчас обращение губернатора и понимаем, что в нем заложен будущий фундамент всех наших преобразований в городском округе Щелково. Алексей Валов представил коллегам своего нового заместителя. Вопросами жилищно-коммунального хозяйства теперь будет заниматься Анатолий Дергачев, бывший начальник учебного центра железнодорожных войск в поселке Загорянский. Достаточно высокого уровня подготовки командир дошел до состояния, когда он решил, что пора уже заниматься гражданской деятельностью. Я уверен, что жилищно-коммунальное хозяйство поднимет на тот высокий уровень, который он заслуживает. Изменился круг полномочий советника главы Владимира Канахина. Ему поручено курировать земельно-имущественный комплекс в статусе исполняющего обязанности заместителя главы администрации. Мощный снегопад, прошедший ночью и днем в среду, вновь заставил коммунальные службы работать в усиленном режиме. Разумеется, это не могло не стать одной из тем оперативного совещания. 390 единиц техники и 237 человек вышли на борьбу со снежной стихией. Вывезено 15 тысяч кубометров снега. Выявленные ошибки в действиях подрядных организаций, по словам Анатолия Дергачева, своевременно устранены. В течение двух суток обязуемся последствия снегопада устранить. Начались сезонные перепады температуры, вызывающие гололед. В связи с этим глава дал поручение уделить особое внимание пешеходным маршрутам. Я попрошу всех управляющих компаний и дорожной службы именно заняться подсыпкой тротуаров, песко-солевой смесью, для того, чтобы обеспечить антелескользящие рифы передвижения. Это надо сделать буквально сегодня. Дочистить до конца и подсыпать. Алексей Валов не раз подчеркивал, что безопасность дорожного движения превыше всего. К сожалению, в этом году произошло уже несколько несчастных случаев на железной дороге. Составлен план совместных мероприятий с подразделением РЖД по обеспечению безопасности людей на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, на особо опасных участках будут размещены предупреждающие баннеры. А вот смертность на муниципальных автодорогах в прошлом году была сведена к нулю, благодаря установке лежачих полицейских, фонарей, ограждений, светоотражающей разметки. Глава сообщил, что в этом году в план ремонта дорожной сети также включены эти мероприятия. Еще 20 искусственных дорожных неровностей не позволят водителям лихачить. Уважаемые коллеги, я понимаю, что есть отклики в соцсетях, на то, что большие пробки образуются, когда автомобили выезжают из города, въезжают в город на ЭДНах. Но безопасность превыше всего. С преобразованием района в городской округ создается и единый имущественный комплекс. Руководители территориальных подразделений поторопили с оформлением и передачей документов. Я прошу руководителей, я вчера всем позвонил, уговорить из своих финансистов, чтобы они вышли в субботу, воскресенье отработали. И в понедельник утром я жду доклада о том, что все материалы сданы в комитет. Начинается реализация так называемого губернаторского проекта – создание козьей фермы компании «Экофарминг» в поселке Фрянова. Администрация всячески содействует крупному инвестору. На данный момент завершаются уже работы по проектированию. В марте они выходят на экспертизу, в апрель-май – начало строительства. Кроме того, сейчас они начинают работу уже по закупке техники. На совещании также обсудили вопросы предоставления социального жилья. 12 детей-сирот в этом году получат новые квартиры, сообщила замглавы администрации Ирина Иванова. А в реконструированном доме «Парковая-29» все квартиры распределены врачам, учителям, сотрудникам полиции. Глава поручил продолжить эту работу за счет вторичного фонда жилья.